Добрый вечер. Программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В последнее время на стенах домов в нашем городе, да и не только в нашем городе, а во всех городах практически Украины все чаще появляются свастики. Что это такое? Это чье-то хулиганство, чей-то недосмотр или это проявление возрождающегося фашизма в нашей стране? Об этом сегодня поговорим с гостем в студии, которую я с удовольствием представляю. Нисон Ройтман, председатель антифашистского комитета Харьковщины. Здравствуйте, Нисон Менделевич. Давайте к фактам, наверное, собственно, поскольку мы канал Харьковский, больше о Харькове, наверное, поговорим. Как часто в последнее время... В Харькове в массовом порядке свастики начали появляться, вот как-то я так связал, сразу же после парламентских рвыборов. Но это все-таки были окраины района города. Ближе к оконечности Московского проспекта они не появлялись. Казалось бы, в этом плане меня мало чем можно удивить, но я был шокирован, когда 7 мая я увидел огромную свастику на фасаде дома. Пороза Люксембург 5. Как говорится, центрей не бывает. Это тот дом, в котором находится, кстати, моя приемная. Сделано это было с особой циничностью. Средь белого дня, я-то ведь хожу мимо этого фасада несколько раз в день, и, скажем, в 14 часов этой свастике еще не было. А в 16.30 ее уже закрашивают. Рядом на улице Университетской такая же огромная свастика на заборе. Ее не закрасили по сей день. Это Октябрьский район. Харьковчане могут полюбоваться на остатки свастики на лестнице, которая идет на Университетскую горку. Там гранит ее не замажешь. Ее пытались затереть, но она там осталась. Еще одна циничная такая же выходка была на доме учителя, где свастику намалевали прямо под мемориальной доской батальону харьковчан-ополченцев. Что это? Новый вид граффити, мелкое хулиганство или целенаправленная идеологическая работа? Я останавливаюсь, конечно же, на последнее. А почему так? Ведь по большому счету дурное дело нехитрое, что называется. И всегда были люди, которым рисовать что-то подобное или неприличное слово это хлебом не корми. Позвольте мне в этом случае сослаться на необъяснимое внутреннее убеждение. Я не обращал внимания на мелкие такие рисунки, которые иногда где-то я смотрел. Особенно это было популярно на малопривлекательных улицах, где мелкая старая одноэтажная застройка, где-то там на заборе малюсенькая кто-то намалевал. Форма понравилась. Но когда в течение примерно полугода систематически в центральной части города с особой циничностью появляется этот знак, это уже говорит о том, что ведется целенаправленная работа. Давайте посмотрим, что вообще происходит в этом плане в Украине. Вот недавно мы отпраздновали Великий Праздник Победы. Почему, несмотря на законодательство Украины, ведь День Победы это государственный праздник, почему, несмотря на то, что именно распоряжения президента были изготовлены, я подчеркиваю, изготовлены копии знамени Победы, воздруженного над Рестагом, и переданы торжественной обстановке всем ветеранским организациям, именно эти знамена запрещают непонятно кто в западноукраинских городах выносить ветеранам на шествие в честь своего праздника. Почему мешают этому шествию? И почему, что самое главное, ничего не предпринимают местные областные администрации? Ведь этому очень легко противостоять. В организационном плане имею в виду. Вот посмотрите, как это было сделано в Харькове. В Харькове одним пакетом руководства города и области, и все харьковчане, которые посчитали необходимым прийти на мемориал, чтобы возложить цветы и венки, пришли туда. И, естественно, если бы там были бы подобные молочики, им бы пришлось столкнуться лично с Добкиным и лично с Кернесом. Вы знаете, как обычно Геннадий Адольфович реагирует на подобный эксцесс. Почему этого нельзя было сделать, например, в Тернополе? Почему там раненько утречком в 8 утра руководство города и области отдельно от всех возложило цветы? А потом, под крики и улюлюканье бритых молодчиков, пришли ветераны. Почему отдельно? Почему нельзя было вместе? Значит, знали и не хотели ввязываться. Значит, знали и не хотели противостоять фашистски настроенным людям. Вот вам и объяснение, почему я в этой конкретной ситуации придаю этому такое значение. Вернемся к Харькову. Я предлагаю послушать мнение харьковчан. Сегодня наши журналисты на улицах города спрашивали простых прохожих о том, как они считают, есть ли в нашем городе признаки того, что фашизм не фашизм поднимает голову. Смотрим сюжет. Вы понимаете, тут, мабуть, не в фашизме дело, а в невлаштованности молодых людей, которые чипляются за какую-то идею. Мне кажется, что нашим государственным вопросам нужно поделить очень серьезную внимание. Я не встречала лично. Я считаю, не увеличилось. Ну, 10 лет назад было более агрессивное настроение, чем сейчас. Я вращаюсь в таких кругах, что я не замечаю. Я преподаватель, мои студенты никак не реагируют на фашистские настроения. Я считаю, увеличилось. Ну, все исписано маркерами. Есть, я вспомнил, есть такие наклейки черно-белые, такие квадратненькие. Там, то есть скоро там белых людей не будет, будут одни черные. Вот такого плана. Считаю, что это раздуто и надуманно. На самом деле ничего такого не происходит. Мне кажется, что это кулуарная борьба политическая. Благодаря Евро-2012 молодежь, наоборот, настроена более мирно, более позитивно по отношению к иностранцам. Честно говоря, не сталкивался. Но я знаю, как бы, я работаю там в одной отрасли полиграфии. Ну, печатаем сейчас антифашистские листовки, скажем так. То есть, как бы, меня это не касается, но листовки мы печатаем. Ну, вот я вам могу сказать, что один из ваших интервьюируемых, Юрий Ходьковчанин, говорит о том, что сейчас мы печатаем антифашистские листовки. Если печатаются антифашистские листовки, значит, они печатаются против кого-то. Ну, тут есть тоже достаточно серьезные вопросы, потому что есть подозрение, что вот волна антифашистских настроений, она достаточно тоже серьезно, искусственно нагнетается. Достаточно липовые антифашисты, поскольку, собственно, и угрозы-то реального фашизма на данный момент в Украине нет. Вы знаете, липовые антифашисты, конечно, есть. Это так называемые, например, антифа и еще ряд таких. Я не хотел бы относить к липовым антифашистам антифашистский комитет коммунистической партии Украины, которые в своих недрах создали такую структуру. Но кроме каких-то там лекций на тему о фашизме, никакого их действия я не заметил. Была такая же структура, организована в партиях регионов, и возглавлял ее Дмитрий Шенцев. Дмитрий Шенцев бывал у нас на круглых столах. Но как-то эта работа тоже сдулась. Справедливости сказать, я должен сказать, что 18 мая в Киеве партия регионов проводит антифашистский митинг. С чем это связано, я еще не знаю, только сегодня получил такую информацию. Но это мы посмотрим. Но я все-таки не согласен с вашим утверждением. Понимаете, все дело в том, что сейчас в нашем обществе достаточно серьезная питательная сфера, среда для фашизации этого самого общества. Вы посмотрите, оно зеркально отображает экономическую, а прежде всего у фашизма экономические корни, экономическую ситуацию в Веймарской республике, которая привела, по сути дела, Гитлера к власти. Все абсолютно зеркально. Поэтому опасность такая есть. Я могу привести еще такие интересные цифры. Официально объявлено, это официально объявленные цифры, что за ВО «Свобода» в Харьковском регионе проголосовало около 7% населения. Я сообщу другую неофициальную цифру. На недавних выборах в Харьковский городской совет, это тогда выборы вместо выбывших депутатов, Татьяне Цибульник, это глава администрации Октябрьского района, противостоял «Свободовец» Олег Дебелый. Как мне сообщили в кулуарах сессии, на которой их инаугурировали, за Олега Дебелого было отдано уже около 20% за сравнительно небольшой срок рост, достаточно серьезный. То есть, видимо, если не идеология фашизма, то фразеология фашизма, которая звучит на определенных мероприятиях в Харькове и в области, она имеет отклик у достаточно большого числа харьковчан. Это не шутки 20%. Я бы все-таки не вел речь в этом контексте о партии «Свобода» как о партии близкой к фашистской, поскольку она, в общем-то, конечно, радикальная, но она право радикальное и не более того. Нет достаточных оснований подозревать их в каких-то серьезных... Ее никто не называет фашистской, но то, что они ультра-националисты, это они говорят сами. А от ультра-национализма до фашизма один шаг. Согласен с вами в той части, что да, есть экономические... Я, в общем-то, в большей степени говорил о том, что невозможно, наверное, воссоздание именно в тех формах и в тех картинках, к которым привыкли, когда говорят фашизм, нацизм и так далее. Вот в этом, наверное, контексте нет. А вот то, что угроза определенная фашизация у общества, и тут я с вами совершенно согласен. Так вот, опять же, в отношении того, что в буквальном смысле, наверное, возрождение невозможно. Стоит ли придавать такое значение вот этим демонстративным свастикам, которые, не знаю кто, рисуют в последнее время, в том числе и в Харькове? У нас есть законодательство, у нас есть конституция, у нас есть гарант конституции и вертикаль этого гаранта областные администрации. Согласно украинскому законодательству и конституции, у нас запрещено пропагандировать фашизм, неонацизм и, в том числе, фашистскую символику. И будьте любезны исполнять, тем более, что у Харьковской областной администрации для этого есть все. Есть даже специальное управление внутренней политики и по работе с объединениями граждан. Оно в этом плане ничего не делает, я так говорю, совершенно ответственно, потому что неоднократно обращался туда с определенными предложениями. Что мне было отвечено? Что мы, фашист, победили в 1945 году. Есть ли появление этих знаков продолжением, определенного рода продолжением войны памятников, которая в последнее время тоже в Украине имеет место, имея в виду историю с Лениным в Макеевке, историю с несколькими памятниками лидера МУПА на Западной Украине. Вот последнее, что было, это в Сумах, если не ошибаюсь, кстати говоря, тоже изрисовали краской улицы Черновола. Там не свастику, там серп и молот рисовали. Вот я обращаюсь к вам, Владимир Алексеевич, в общем-то как единомышленник. Хочу вот вас спросить. Вот смотрите, у нас достаточно жесткое законодательство, которое трактует самовольную застройку, самовольную установку подобных вещей. Почему снести даже законно установленный киоск, который кормит четыре семьи, проблемы нет? Почему вокруг этого камня воинам АУНУПА уже, по-моему, 10 лет ведутся какие-то дрязги? Ведь установлен он совершенно незаконно. Теперь он в очередной раз куда-то пропал, буквально на глазах всего киевского райотдела милиции. Он был установлен буквально напротив их здания. Что это за игрища такие? Я могу сказать нашим властям только одно, что пора эту самую власть, которую вы имеете в руках, употребить как положено. Власть должна быть однозначной и понятной народу. Если вы провозгласили, что вы запрещаете фашизм, значит, будьте любезны его запретить в натуре, а не на бумаге. Найдите тех людей, которые рисуют свастики в центре города. Или вы что, ждете, пока эту свастику вам намолюют прямо на здании облгосадминистрации? Или под окнами управления внутренней политики? Я думаю, этого ждать уже осталось недолго. А почему вы все время говорите в отношении облгосадминистрации? Это не задача милиции в большинстве? А кому подчиняется у нас милиция? У нас государственную власть осуществляет облгосадминистрация. Она должна дать соответствующее указание прокуратуре и милиции, чтобы они этим вопросом занимались самым предметным образом. Я хочу вам сказать, что, в общем-то, да, эти структуры этим занимаются, и без этих указаний. Я хочу поблагодарить прокурора нашего города Поповича. Вот такой интересный факт. Как-то в кулуарах горсовета я сказал ему, что члены нашего комитета видели продавающуюся в городе книгу «Майн кампф» Гитлера. Буквально, по-моему, через месяц мы с ним встретились, тоже случайно, и он мне сказал, что я воспринял ваше обращение как заявление, поручил своим сотрудникам, и они нашли, кто продает эту книгу, и реквизировали ее. То есть можно же, наверное, можно же, наверное, когда вот честный, настоящий прокурорский работник не ждет, пока ему там что-то сверху спустят. Есть законодательство, его поставили в известность, он это воспринял как заявление и принял меры. Почему тем, кому положено давать уже не заявление, а циркуляры и директивы, почему они этого не делают? Чего они боятся? Чего они стесняются? Я не понимаю. Я не против прекрасных отношений с ВООМ, которые остановились у нашего города. И я не против того, что есть доверительные отношения с мэром этого города. Но если таковые есть, почему нельзя ему указать на то, что жители нашего города не воспринимают ваши действия? Можно же это сделать? Можно. Почему это не делается? Можно, наверное, найти, можно указать, можно найти людей, которые рисуют свастики, можно, наверное, наказать их, можно изъять Майнкамф из продажи, хотя, наверное, скорее всего, где-то он появится опять. Но что делать с теми предпосылками, о которых вы говорили, говорили совершенно справедливо, о том, что похожая ситуация у нас на то, что творилось в Германии в 20-е годы перед приходом к власти Гитлера, кстати, легитимным вполне приходом. Да, и я хочу вашу мысль еще поддержать таким фактом. Мы часто видим в антифашистских фильмах, как сжигают книги. Так вот, я хочу сказать нашим уважаемым телезрителям, что книги жгли не фашисты. Книги жгли студенты Берлинского университета. И Веймарского, кстати, тоже. Вот что такое фашизм. Это то, что пропитывает душу человека. Это то, что попадает туда через поры социальной и экономической неустроенности. Вот настоящая питательная среда фашизма. Когда у человека нечего жрать, и ему приходит вот такой вот товарищ со свастикой и говорит, мы всех этих инородцев отсюда поубиваем или повыгоняем, а тебе их куски, их квартиры, их машины отдадим, потому что ты нашей крови. Как вы считаете? Может это на голодного человека подействовать? Я думаю, может. Вот это и есть самая настоящая питательная среда фашизма. Можно еще вспомнить, тоже есть определенные исторические аналоги. Штурмовикам СА в свое время платили на фоне всеобщей безработицы, платили пусть мизерные, но деньги за то, что они участвовали в партийных мероприятиях. Сейчас, в принципе, ведь картина с теми держателями флагов, которые ходят на партийных митингах, практически та же самая. Та же самая, причем со всех сторон. Всем платят. Вот это вот печально. Нет одной виноватой стороны, получается, в этом процессе. Так вот я хочу предложить нашим областным властям такую лакмусовую бумажку. Вот давайте посмотрим, а действительно, каковы настроения в Харькове? В Киеве проводится антифашистский митинг партии регионов. Пусть Харьковская областная организация партии регионов объявит антифашистский митинг на площади свободы. Мы посмотрим, сколько человек придет. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. К сожалению, время подошло к концу. Тема, насколько я понимаю, гораздо больше, чем те 20 минут, которые у нас есть. Но я надеюсь, что разговор продолжится, хотя будет иметь более оптимистическую окраску. Спасибо вам за эфир. Я хочу традиционно закончить его. Люди, будьте бдительны. Спасибо, что смотрели нас сегодня. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин